Как быть приятным собеседником? Вы сами понимаете, что определение «приятный собеседник» – это то собеседник, с которым приятно. То есть, с приятным собеседником хочется встретиться еще раз. С неприятным собеседником второй раз не хочется встречаться. Правда? Так как мы говорили, что если мы ведем какую-то дискуссию, то чаще всего мы не добиваемся успеха сразу, за один момент. Нам нужно какое-то время, значит, нужно нам несколько встреч с этим человеком. Поэтому, если мы будем приятным собеседником, он захочет с нами встретиться. Если мы будем неприятным собеседником, то фактически вся эта наша беседа, она уже ничего не стоила. Качество приятного собеседника. Первое. Он внимательный слушатель. Очень часто люди страдают, потому что их невнимательно слушают. Но это не значит, что мы должны сидеть и слушать человека, все, что он говорит. Когда он уже говорит лишнее, естественно, надо поставить определенные ограничения. Или договориться о теме беседы. Сегодня мы говорить будем о том-то, о том-то. Вот, пожалуйста, будем придерживаться такой-то темы беседы. Если он говорит о чем-то другом, говорит, извините, в следующий раз мы поговорим об этом. А сейчас наша речь вот то-то, то-то и то-то. И во времени. То есть, если мы с кем-то собираемся беседовать, мы не значим, что должны сидеть и три часа, или четыре часа в миссии. Вообще нормальный, хороший гость, знаете, сколько он? Два часа в доме. Когда гость два часа в доме, это нормально. Это имеется в виду не говорить два часа. Ну, чтобы чаю попить, поговорить. Все, если он больше двух часов сидит, то хозяину уже возникает желание его куда-нибудь спровадить. То есть, если меньше двух часов, то просто ничего, не успеешь нормально пообщаться. Это максимум. Максимум два часа. То есть, вы должны договориться. Я с вами сегодня поговорю вот о том-то, о том-то, и примерно такое время. А потом мне нужно будет идти. Извините. В следующий раз мы продолжим нашу беседу. То есть, быть внимательным слушателем. Второе. Хорошим оратором. Мы уже говорили о качествах хорошего оратора. Ну, оратор – слово «орать», да? Происходит. То есть, правильно говорить. Третье. Не поучает своих собеседников. Как первого уратино, поучайте, и ваших поучат. Да? Вы должны учить человека, но не поучать его. Не утомлять нудными разговорами. Итак, качество хорошего собеседника. Первое. Внимательный слушатель. Второе. Хороший оратор. Третье. Не поучает своих собеседников. И четвертое. Не утомляет их нудными разговорами. Приятный собеседник, еще говорят, душевный. Душевный. Ну, у нас это слово какое-то приносит отрицательный смысл. Вот, опять-таки, мы берем нечто, которое касается конкретно чего-то, да? И возводим, звук изменился, в ранг всех событий, всех времен и народов. Поэтому есть о душевных, о духовных людях, помните? И почему думают, что душевным человеком быть плохо? Но душевным человеком это быть очень хорошо. Потому что что такое душа? Это разум, воля и эмоции. То есть, эмоции положительные и отрицательные, они где находятся? В душе человека. Если вы приятный собеседник, то вы какой? Душевный человек. Когда говорится в Торе, или в Новом Завете, о душевных, духовных людях, то, можно сказать, это говорится совершенно о другом. Это говорится о людях, вводимых Духом Святом, да? И люди, которые вводят своими эмоциями или своим разумом. Это совершенно другое дело. А в данном случае слово душевный, собеседник, это хорошее. Потому что тоже сказано, что нужно идти от душевного к духовному. То есть, нужно сначала человеку понравиться, чтобы он был приятен, и ты ему был приятен, и установить душевные связи, а потом начинать говорить о чем-то духовном. А некоторые люди начинают с духовного, и в результате ничего не получается. Вот еще хороший афоризм. О характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи. Можете записать. О характере человека можно судить по тому, как он ведет себя с теми, кто ничем не может быть ему полезен, а также с теми, кто не может дать ему сдачи. Знаете, когда вы приходите в магазин, продавец сразу мысленно оценивает, сколько вы можете купить. И начинают с вами говорить. И тут бывают проколы. Иногда человек выглядит бедно, а оказывается очень богатым. Или не может дать ему сдачи. То есть, одно дело мы говорим с нашим начальником, и совершенно другое дело мы говорим с нашим подчиненным. Или с человеком, который может нам ничего сделать плохого. То есть, хороший душевный человек, он по-человечески обращается со всеми собеседниками. Помните, был такой фильм «Пигмалион» или «Моя прекрасная леди». Там говорилось об одном преподавателе английского языка, который обращался, говорит, со служанками, как с дамой. А другой, говорит, и с дамой обращается, как с служанкой. То есть, все зависит от качеств собеседника. И всегда имейте четкое представление о том, в какой роли вы находитесь. В роли инициатора, общения или того, кого своими ненужными разговорами достают. Часто бывает, что мы начинаем как инициаторы, да? А потом на нас нападают, и мы только... От... Отбрехиваемся, как говорят, да, по-украински? Вы знаете, почему евреи вопросом на вопрос отвечают? А почему бы нет, да? То есть, ответить вопросом на вопрос – это самый лучший способ проявить инициативу. Был такой Сократ. И он выработал... Он был сын повитухи. Он выработал такой способ, доказательство, который называл техномоэфтика. То есть, способ принятия родов. Он задавал вопросы. А собеседник отвечал ему. И таким образом, путем задания вопросов, он доводил этого собеседника не до белого коленя, а до понимания того, чего он хотел, чтобы тот собеседник понял. Это очень такая еврейская, еврейский способ. Но, естественно, вопросы надо задавать по существу, конкретные вопросы, потому что на общий вопрос, общий ответ будет. Итак, имейте четкое представление о том, какой роли вы находитесь – инициатора общения, или того, кого своими ненужными разговорами достают. Всегда нужно иметь инициативу. Иметь инициативу в общении. Если у вас возникают какие-то трудности, или вы чувствуете, что вы потеряли нить беседы, вы можете сказать, извини, дорогой, не могу поддержать беседу, занят. Или сказать, извините, вот я должен идти туда, там в следующий раз мы с вами обязательно продолжим. Но ни в коем случае нельзя обижаться и не обижать другого человека. То есть, обида – это попытка назначить виновным того, на кого обижаются. Согласны? Что если мы обижаемся на человека, мы… Завенитый диалог Уильфа и Петрова, это, по-моему, 12 стульев и золотой перенок. А ты кто такой, да? Нет, а ты кто такой? Сидят двое и ведут очень продуктивную дискуссию. Так, правильно употребляйте местоимение в речи. Безусловно, нужно местоимение употреблять, но не злоупотреблять. Местоимение – я. Ну, например, я прекрасно понимаю. Я думаю, что вы согласитесь со мной. То есть, вы ставим в центр внимания. Найдите что-то общее. Ну, мы, наверное, можем согласиться с вами с тем-то и тем-то. Мы можем подумать так-то и так-то. То есть, не выставлять себя. Эгоист – это слово «эго» происходит, то есть «я». Не используйте в общении конструкцию «ты-вы». Я говорю тебе то, а ты или вы говорите то-то, да? Значит, то есть, тем самым мы как бы противопоставляем себя этому человеку. Это называется негатив, да? Негатив, противопоставление. Например, ты не прав, или вы меня плохо слушаете. Никогда не надо говорить «вы меня не поняли». Или там «понимаете». Как будто человек тупой. Я говорю, а вы меня не понимаете. Я вам говорил, а вы не слушали. Я вам пел, а вы не плясали. Помните, есть такая структура. Вот. Это называется негатив. Или, другими словами, наезд. И вызывает конкретную ответную реакцию. А ты, братец, плут. А ты, оказывается, жмот. И так далее. Вот. Если вы хотите позлить собеседника, то делайте негативные намеки. Ну, ты что, обиделся? Эй, браток, не грусти. Не переживай. Расслабься. Будь проще. Это самый лучший способ вывести человека из себя. Разозлить его. То есть, ты и вы – это противопоставление. И это не должно быть. Если вы не хотите задеть самолюбие слушателя, выразите претензию через «я». Вместо «ты меня подвел». Лучше сказать, я потерял время и огорчен, что так получилось. Значит, если вы не хотите задеть самолюбие слушателя, выразите претензию через «я». Не ты, не прав. Но я очень сожалею, что у нас с вами не получилось конструктивного разговора. Негативное утверждение, оно как бы вызывает человека на спор. И заставляет его оспаривать то, что вы сказали. Для сближения собеседников с аудиторией часто вместо «ты» или «вы» полезно использовать «мы». Ну, тоже, конечно, не всегда, не во всех случаях «мы». То есть, «мы» как бы объединяет ораторов с аудиторией или собеседников друг с другом. Ну, например, не «ты совершил ошибку» или «я ошибся», а «мы» иногда ошибаемся. Правда? Это как бы дает нечто общее. Ну, конечно, не всегда бывает. Это срабатывает, но срабатывает. Поменьше говорите о себе. Помните, мы говорили, что больше дать человеку высказаться. Если он выскажется, он сам будет отумлен своей речью. Поэтому с большим желанием выслушает потом вашу. Если вы будете говорить, а он в это время захочет все время высказаться, он не будет думать о том, что вы говорите. Он будет думать о том, что он вам хочет сказать. Согласны? Его мнение будет уже совершенно на другое направлено. Ну, естественно, что никогда не надо хвалиться. Никогда не надо хвастаться. Когда говорите собеседником, старайтесь больше говорить не о своих, а о его интересах. А то иначе получается так. Вот такой диалог у меня записан. Он и она. Она говорит, я на втором месяце беременности, а сегодня поругалась с Витьком. Он говорит, а я форсировал движок, и теперь моя тачка ревет, как самолет. Вот, ты слушай. Когда он зажал очередную заплату, я ему говорю, Итек, ты что лезешь в бутылку? Да, интересно. А знаешь, когда я стартую со светофора, с пробуксовкой колес, то сразу начинает пахнуть горелой резиной. Вот такой диалог. Еще. Не давайте непрошенных советов. Вообще, старайтесь никому ничего не советовать, если он этого не попросит. Не давайте, не нужно советов. Можете записать. Советы, как касторка, давать не трудно, а принимать неприятно. Не давайте непрошенных советов. Если человек у вас советы не просит, не давайте его. Советы, как касторка, давать не трудно, а принимать неприятно. Еще некоторые разговорные мелочи. Удерживайтесь от соблазна воскликнуть. Я же говорил. Вот, то-то, то-то, что вы случилось. Но я же говорил, что ты поломаешь ногу, если будешь так ходить через улицу. Как вы думаете, это хорошо будет для вашего собеседника? Дальше. Нельзя говорить словосочетание «честно говоря». Особенно, если «честно говоря», я честный человек. Отсюда получается, что я честно говорю, а мой собеседник, естественно, что? Нечестно говорит. Если собеседник над вами пошутил, или по-добрую, или очень нельзя говорить, хватит издеваться. Это есть не что иное, как признание собственной слабости. Потому что издеваться можно только над слабыми. Будьте сильны, посмейтесь вместе с ними и над собой. И ответьте конструктивно. Я ценю в людях не только юмор, но и порядочность. Вот по этой причине евреи, над которыми столько издеваются, они самое большое число анекдотов придумали про самих себя. Согласны? По этой же причине. Значит, если вы говорите, что хватит из меня, это признак собственной слабости. Если вы сами над собой смеетесь, а потом говорите, я ценю в людях не только юмор, но и порядочность. То вы намекаете, что вы оценили юмор этого человека, но хотели бы оценить его порядочность. Если ваш собеседник замолчал, совсем не обязательно доставать его дурацкой просьбой. Скажи что-нибудь. Это как у меня сегодня. Ну, скажи, да, какой-нибудь анекдот. Я мысленно думаю, вот сейчас я вам скажу это, 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 об этом надо сказать. А вы скажи какой-нибудь анекдот. Ну, нет, у меня в это время было никакого анекдота. Когда появится, скажу. Хорошо. Если ваш собеседник задумался, совсем не обязательно доставать его не менее дурацким вопросом. О чем ты думаешь? Потому что человек часто и сам не знает, о чем он думает. Вместо «извиняюсь» говорите «извините». «Извиняюсь» – это констатация. Констатация. А «извините» – просьба. Ну, вы знаете, я сам пятидесятник, и у нас принято. Брат, я тебя приветствую. Я им говорю «привет». Они обижаются. Даже иногда говорят «привет» вместо «приветствую», когда я им не нравлюсь. Но «приветствую» – это констатация факта. Что такое? «Приветствую» – я передаю тебе привет. Когда говорю «привет» или «шалом», то это я вот тебе даю привет. Большой и горячий. Как мартышки. Вообще, по-немецки «приветствую тебя» будет «груздих». Отзыв. Не грузите меня, пожалуйста. Итак, «привет». «Извиняюсь» – «извините». Лучше сказать «извините» – это просьба, правда? «Привет» – это то, что я тебе даю. А не констатация факта. «Я тебя приветствую», «я тебя, значит, заметил». «Илья» – «извиняюсь». «Извиняюсь». Вместо «удачи» желайте успехов. «Я желаю тебе удачи, и я желаю тебе успехов». Есть разница. «Удача» – это когда тебе что-то привалило. Ни с того, ни с сего. То есть, незаслуженное благо. Как мы говорим. Незаслуженное благо от Господа. Или халява. По-народному. Если я говорю «я желаю тебе успеха», успех – это то, чего человек достигает своим трудом. И это воспринимается значительно лучше. Умение управлять своим настроением. Умение управлять своим настроением. Это очень важно. Очень важно. Знаете, есть люди, которые хотят чего-то. Хотят чего-то сейчас или ждут что-то и думают, что в будущем будет хорошо. Вот социализм построили, теперь будем строить коммунизм. Коммунизм построили, теперь будем капитализм строить. Сейчас у нас плохо, но через 10 лет у нас будет все хорошо. Все будут иметь собственные квартиры. Слышали о таких вещах, да? И есть такое хорошее стихотворение Вадима Шефнера. Это ленинградский поэт. Не знаю, живой ли он сейчас или нет, он был довольно пожилым. Шефнер – довольно юрейская такая фамилия. Мне он очень нравится, этот поэт. У него есть такое стихотворение. Синеют древние письмена на изразцах колонн. Ворота – счастье. Надпись дана на арке с двух сторон. По эту сторону и по ту – горькие солонцы. По эту сторону и по ту – строят мираж дворцы. Путник, дойдя до этих ворот, надеждой давней томим. Войдет в них, выйдет, мир обойдет и снова вернется к ним. Он встанет в их тень, прохладную тьму взрустит о пути своем. Где мое счастье? Я не пойму – в грядущем или в былом. И снова он по кругу пойдет, подавив усталости стон. А счастье – только в тени ворот. Но об этом не знает он. Не надо ждать жить, правда? Надо жить сегодняшним днем и получать радость от общения с Богом, от общения с людьми сегодня, а не когда-нибудь в какое-то время. Хорошо. Я не буду много еще говорить вам. Буду остановиться еще на некоторых важных вещах. Помните, мы говорили, что есть событие и есть оценка событий, правда? И оценка событий для нас очень важна. Есть такое выражение – люди видят то, что хотят видеть, слышат то, что хотят слышать, верят то, во что хотят верить, и отказываются верить в то, что им не нравится. Есть много мнений об одном и том же. Ну, например, кто такой был Петр Первый? Одно мнение – деспот, другое – реформатор. Третье – полководец среднего пошипа. Мнение такое – крупный Савадур, веселый парень. Правда? Римская империя. Мнение – империя бандитов и убийц. С точки зрения Карла Маркса, это империя плохих рабовладельцев и хороших рабов. Также империя полководцев и воинов. Также империя Цезарей и философов. И много, и много, и много иметь разных мнений. Ну, например, можно иметь такое мнение, что голова – это отросток на плечах, с помощью которого мы едим. Животные – это наши братья, которых мы едим с помощью той же самой головы. Птицы – это зверушки, у которых отросли крылья. Очень верное утверждение. Собаки умеют летать не хуже кошек. Правда? То есть, есть факты и есть наши отношения. Вы знаете, что активные борцы за мир, они не менее агрессивны, чем зачистчики войн. И это тоже факт. То есть, нельзя оценивать какого-то человека и говорить, хороший он или плохой. Они другие. Их можно понять, потому что на их месте мы были бы точно такими же. Можете записать, да? Когда оцениваем человека, мы можем подумать. Они другие. Их можно понять, потому что на их месте мы были бы точно такими же. Это не оправдание негодяев, которые имеют такие определенные моральные ценности. Но это понимание сущности человека. Помните, Иисус сказал, «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Это от Луки 17,1. Иуда, он тоже выполнил функцию. Правда? Определенную функцию плана Божьим. Но это ни в коей мере его не оправдывает. И последнее, о чем я хочу сказать с точки зрения психологии общения, это важность понимания традиций. Это особенно важно, когда мы имеем общение с ортодоксальными евреями. Вы смотрели фильм «Скрипач на крыше»? Вы видели, что такое традиции и как трудно их ломать. Правда? Для евреев традиции особо имеют значение, потому что традиции помогли выжить еврейскому народу в постоянных условиях гонения. Но вы должны понимать, что традиции есть у любой группы людей. Традиция – это устойчивая, очень устойчивая вещь. Может измениться язык народа, может измениться сам народ, который придет на это место, другой какой-то народ, но он будет перенимать традиции. Например, самаритяне. Помните? Это был совершенно другой народ, но они пришли на иудейскую землю. И что? Они приняли иудейские традиции. Вот интересное такое психологическое наблюдение. Знаете, что есть такие павианы-гавадрилы? Обезьяны, которые служат моделью для человеческого поведения. Стая обезьян очень похожа их поведение на поведение группы людей. И вот в клетке сидят четыре обезьяны. Чем заняться обезьянам в клетке? Конечно, они резвятся, иногда устраивают потасовки, а потом ищут у друг друга в шее и прочих насекомых. У них те же самые страсти, что у людей, только проявляются совсем по-своему. Как говорится, голод не тетка, и вскоре начинают вступать свои права. На самом верху клетки, на самой середине висят бананы. Целая связка. Обезьяны начинают коситься на пищу. Надо заметить, что тут же в углу клетки стоит лестница-стремянка. То есть, проблемы достать банан для обезьяны нет. Она залазит на лестницу и берет банан. Самый вертелевый гамадрил, назовем его первый, подгоняемый чувством голода, пущий любого техасского ковбоя, взлетел на самый верх лестницы. До заветной цели рукой подать. Его слава о развитых полушариях пробиткнул уверенность в успехе предприятия. Но в этот момент, заходящийся за пределами клетки человек, хорошенько отдал его сильнейшей струей ледяной воды. Но если бы еще только его одного, он облил этой водой и всех остальных обезьян. Обезьянам это нравится? Нет, не нравится. Потом начинается. Сидят они, сидят, некоторое время. Уже второй смелый герой решил зайти наверх. Твердое решение, необходимое условие действия. Он сделал первый шаг навстречу своей цели. Его друзья все как один насторожились. Особенно первый, которому до ваше сего досталось. Он даже поднял хвост трубой в знак особого протеста. И вот наш второй герой тоже начинает подниматься вверх. Все его друзья завели. Что-то сейчас будет. И тут их опять всех обдают холодной водой из шланга. Когда начинает лезть третья обезьяна, все остальные обезьяны начинают ее бить. Потому что знают, что поливать еще и их тоже будут. Через некоторое время бананы, естественно, каждый день новые вывешиваются. Обезьяны понимают, что есть бананы, но лезть за этими бананами нельзя. Ладно. Берем одну обезьяну, вынимаем из этой клетки и садим другую обезьяну, которая в этой клетке не была и не знала. Что с этой обезьяной делается? Она пытается лезть за бананом. Тут же те все обезьяны, которые были в клетке, начинают ее бить. Уже никто никого не поливает водой. У них уже традиция. После этого вынимают еще одну обезьяну из этой клетки и сажают новую обезьяну. Естественно, эта обезьяна начинает лезть, все обезьяны ее начинают бить. Как вы думаете, кто больше всех бьет? Та обезьяна, которую побили до этого. В конечном счете, так вынимают по одной, сажают, и оказывается, что уже в клетке сидят все абсолютно обезьяны, которые не знали, что их поливают. Но ни одна из них уже не лезет наверх. Почему? Традиция. Как у евреев. У евреев традиция не верить в Иисуса. Их когда-то очень сильно били, а если евреи принимали Иисуса, то получалось, что его еще больше били. И евреи, и христиане, вспомним Инквизицию, Испанию, и другие вещи. Поэтому, естественно, традиции. И надо очень важно, когда мы говорим с такими людьми, которые находятся в традициях, чтобы мы ни в коем случае не оскорбляли этих людей и не нарушали их традиции. То есть надо быть очень в этом случае этичным. Очень этичным. Хорошо. Давайте теперь поговорим непосредственно о самом ведении диспута. Значит, теперь мы говорим, мы говорили о психологической подготовке, да? Ведении диспута. Теперь непосредственно о самом ведении диспута. Когда мы о чем-то говорим, значит, обычно человек высказывает какую-то идею, да? Другой говорит, а, по-моему, это не так, а вот так. Итак, первая идея, которая высказывается, называется тезис. Тезис. А вторая идея, что? Антитеза. Ну, например, я говорю, Бог есть. А мой собеседник говорит, Бога нет. И начинается дискуссия. Начинается дискуссия. И в данном случае наша задача какая? Прийти к какому-то определенному, говорят, консенсусу. То есть к общему мнению. Потому что в спорах, можете это отметить, истина не рождается. Да? Мы говорили, истина в спорах не рождается. Это ложное утверждение. Если у вас на тесте будет такой вопрос, нет? Ладно, я вам сочинение дам на тесте. Ну, так истина или ложна, да? Значит, в спорах истина не рождается. Истина, мы говорили, объективна, сама по себе. Да? Но у каждого человека есть свое отношение к истине. И в результате спора меняется отношение человека к этой истине. И мы приходим или не приходим к чему-то общему. К чему-то общему. Что нас может сблизить? Смотрите сюда. Вот это истина. Истина. Ну, знаете, нет, наверное, человека, который не имеет вообще никакого понятия об этой истине. Вы согласны? Даже язычники о Боге имеют понятие. Об этом сказано в Первом Послании к Кремлянам. Правда? Вот мое понятие об истине. Вот понятие этого человека об истине. Мое понятие об истине не всегда совпадает с истиной. Почему? Потому что это мое понимание, субъективное. В чем-то оно соответствует истине, в чем-то оно продукт нашего опыта. Всего происшедшего, что с нами было. Мусора, как мы говорили, который в нашем голове. Этот человек тоже имеет свой опыт, свой мусор, свое правильное понимание кисти и свое домысление. И вот мы начинаем дискуссировать. Как вы думаете, если мы... Вот эта часть, она общая для меня и для моего собеседника. Эта часть, она общая для меня и для моего собеседника. И она соответствует истине. Если мы стремимся друг к другу. И стремимся, что оба истине. Согласны, что эта часть у нас будет становиться больше. То есть, в результате дискуссии, может быть, так получится, что вот у нас столько будет общего и столько будет соответствовать истине. То есть, в результате спора, в результате дискуссии мы приблизились друг к другу, мы приблизились к истине, и у нас стало больше общего. Стало больше общего. И это есть цель наша. И это есть наша задача. Это не наша задача, чтобы человек пришел сюда. И чтобы его понимание истины совпало полностью с моим пониманием истины. Не его цель меня перевербовать, перетянуть на свою сторону. А наше стремление что? Сблизится. И наше стремление сблизится с чем? Истиной. И мы выигрываем. Каждый из нас выигрывает. Я получаю вот такой кусок истины, да? Он получает вот такой кусок истины. И общее то, что у нас, тоже увеличивается. Вот это то, что мы должны достигнуть в результате введения спора. Итак, есть тезис, есть антитезис. И есть доказательства. И есть доказательства. И конечная цель наших усилий, это, во-первых, наше приближение к истине, во-вторых, наше приближение друг к другу. То есть, мы взаимно обогащаемся. Согласны? Хорошая эта вещь? Хорошая вещь. Если разделить 100 рублей на двух человек, каждый получит по 50 рублей. Если разделить знания, ты даешь свои знания, он дает свои знания, то мы получаем каждый вдвое больше, чем мы имели в начале. Но нужно очень важно, если мы выдвигаем какой-то тезис, выяснить прежде всего. Во-первых, все ли слова и выражения этого тезиса вполне и отчетливо понятны нам обоим? Помните, я говорил, что одно и то же слово может вызывать разные ассоциации. Тора. Какая имеется в виду Тора? Устная, письменная Тора. Закон, галактический закон имеется в виду. И так далее. Если я говорю, что я живу по Торе, или если я говорю, что я соблюдаю Кашрут, к примеру. Вот я соблюдаю библейский Кашрут. Что это что-то говорит само по себе. А то само по себе, честно говоря, ничего не говорит. Я должен объяснить, что вот какие-то определенные правила я соблюдаю по каким-то причинам. Такие-то я не соблюдаю. Если да, то зачем? Если нет, то почему? То есть мы конкретно должны понимать, что каждый из нас имеет в виду за каждым понятием. Как выяснить понятие? Для этого существует два средства. Первое. Самому своими силами определить понятие, что бывает трудно или часто невозможно. Второй способ – это когда мы уже пользуемся чьими-то чужими понятиями. Мы можем пользоваться понятиями, взятыми из энциклопедического основания, можем пользоваться понятиями, взятыми из каких-то теологических исследований. Мы говорим часто, что это библейские понятия. Они библейские, потому что часть соответствует истине. Но вообще это понятия, которые связаны с личностью тех теологов, которые используют эти понятия. То есть Лютер выдвинул определенные тезисы и определенные понятия, Ребешнерсон, Хасидский, Равен, другие, Балашемтов свои понятия имел. И поэтому, когда мы пользуемся определениями этих понятий, надо очень четко объяснить, что мы имеем в виду. Следующий пункт. Когда мы говорим о каком-то предмете, мы можем говорить об одном предмете, либо о ряде предметов, либо о всех без исключения предметах. Помните, мы говорили, что всякое изречение Библии можно расценивать как для данного конкретного примера, для нас, допустим, или для всех верующих во все времена. И часто мы тут совершаем большую ошибку. То, что говорил конкретно Павел конкретным людям, мы иногда переносим на что? На всех верующих во все времена. Ну, пример с платочками. Почему женщина должна носить церковь и платочек, да? Вот. Но я сейчас не буду об этой дискуссии говорить. Но это один из таких примеров. Или мы говорим, вот все люди плохие, все люди злые. Но эта мысль не ясна. Все люди без исключения, или большинство, или определенная категория людей. Помните, один критянин сказал, все критянин – лжецы. Кстати, об этом говорит Павел. Что один из критян, да? Говорит, все критянин – лжецы, наглецы, ненависты, алшны и так далее. И вот этот критянин, который ругал всех критян. Ложно или правдиво его изречение? Он сказал, что все критяне – лжецы. Но раз он критянин, значит, он лжец. Значит, его утверждение – ложно. Значит, правильное утверждение – что? Что все критяне правдивы. То есть, видите, как получается, парадокс возникает. Надо было сказать, что по характеру своего большинства критян являются лжецами. То есть, надо четко определять, что мы конкретно имеем в виду. Если говорят, евреи не верят в Иисуса Христа. Есть разные евреи. Вы сами понимаете. И нельзя фигурировать такими предметами. Или часто эмоции заменяет. Вот посмотрите какую-то пропаганду. Например, антисемитскую пропаганду. Она вся построена исключительно на эмоциях. На призывах к эмоции, а не к разуму. То есть, мы должны четко определять этот предмет, наше отношение к нему, определить термины и определить степень или область, относительно которой данные суждения будут верны. Потому что не всякое суждение, оно верно для всех обстоятельств. Для всех времен народов. Или для всех евреев. Или для всех критян. Хорошо. Доводы и доказательства. Когда мы приводим доводы и доказательства, мы уже говорили, что прежде всего должны быть аргументы, которые соответствуют не нашему пониманию, а пониманию нашего собеседника. И доводы бывают ошибочные. Ошибочные. Может быть ошибка либо в самом тезисе, либо в доводах-основаниях, либо в связи между доводами и тезисами, в рассуждении. Бывает ложный довод и бывает произвольный довод, который абсолютно не соответствует теме спора. Бывают логические ошибки. Или бывают логические тупики. Когда мы спорим, то чаще всего спор идет по двум основным направлениям. Первое. Это спор относительно истинности мысли. То есть, я говорю, Бог есть, да? Он говорит, Бог. Бога нет. И начинаем по этому поводу спорить. Но есть другой спор относительно доводов. Я говорю, вы знаете, Бог есть. Почему? Потому что об этом вся Библия пишет. А тот, кто не верит в Бога, и это тоже в Библии написано, кто безумец. Ты, дорогой мой друг, товарищи, брат, если не веришь в Бога, ты безумец. Можно так говорить? Но когда мы хотим конструктивно спорить, это уже будет спор из-за доказательства. То есть, он может привести тысячу доказательств, что Библия, она не права. Или вы знаете, в Библии такие есть вещи. Опять начинают, как всегда, вот эти ангелы, которые два километра лостом, и как это ангелы смеялись с женщинами, общение в результате чего раздались люди, да? И мы уже говорим не о нашем субъекте спора, а уже говорим о доказательстве. То есть, совершенно меняем нашу полярность. И самый лучший способ, вы знаете, употребляют американские адвокаты, если у тебя есть какой-то свидетель, что опорочить этого свидетеля. И спор идет уже не о свидетельстве, правильно оно или истинно, а о личности свидетелей. Вот этот свидетель, он вор, мошенник. Помните такие случаи? Поэтому ему уже никогда ни в чем не надо верить. Хотя он говорит истинную правду. То есть, как бы заменяется спор из-за истины, из-за тезиса, спор из-за доказательства. И вот такие вещи называются софизмами. Слышали такие выражения? Софисты. Это чем-то напоминает философию, да? Потому что, вы помните, один из философов, кажется, Платон, вообще-то, когда ему сказали, ты мудрец, то есть, софист, он сказал, я не мудрец, в смысле, я еще до этого не дорос. Я только философ, любящий мудрость. Отсюда и возникло выражение философии. Но есть такие софизмы. Мы тоже можем использовать этот метод. Наши враги используют, да? И мы использовать можем. Значит, сущность софизмов. Сущность софизмов – отступление от тезиса и от задачи спора. Сущность софизма – отступление от тезиса и от задачи споров. Подмена спора из-за тезиса спором из-за доказательства. Сущность софизма – отступление от тезиса и от задачи спора. Подмена спора из-за тезиса спором из-за доказательств. То есть, мы уже не спорим о том, в чем говорили в начале. Мы спорим о правильности доказательств. Перевод спора на противоречие в аргументации противника. Перевод спора на противоречие в аргументации противника. Противоречие между словами и поступками. Например, «Батюшка нас учит такое-то, такое-то. Да, знаем мы вашего батюшку. Ваш батюшка, он пьяница, да?» И вообще, как попы. Вот атеисты этим часто пользуются, правда? Попы – все пьяницы, развратники и такие, и такие, а поэтому Бога нет. Да? Такой вывод делают атеисты. То есть, сам метод спора о чем-то заменяется методом спора о личности человека или о его доказательствах. Также к софизму относятся неполное опробежение или подмена пункта разногласия. Неполное опровержение или подмена пункта разногласия. И вас будут постоянно стремиться к этому привести. Всегда будут искать противоречия в ваших словах. Согласны? Или там что-то ты будешь говорить, но ты знаешь, что ты это мне говоришь, но сам-то ты этого не поступаешь. Это типичный софизм. Идет ли речь о споре? Причина спора забыта, да? Тут уже идет переход на личности. Итак, вы записали определение софизма? Это отступление от задачи спора, отступление от тезиса спора, подмена спора из-за тезиса спором из-за доказательств. Перевод спора на противоречия и аргументации противника. Противоречие между словами и поступками. Неполное опровержение и последняя разновидность – это подмена пункта разногласия. Софизма может быть очень много. И нередко с их помощью можно разбить и ослабить доказательства противника. То есть опровергаем мы не тезис. Мы опровергаем человека. И речь идет уже не об истине. А о чем? О личности, да? Или о способах ведения спорах. Например, спор, когда говорили врачу – исцелись сам. Или, например, когда спорил Иисус с саддукеями. Они проводили очень странную. Вот умер один человек, и у него было там сколько-то братьев. И она стала женой второго брата. И она стала женой третьего брата. Скажите, это касалось что-то относительно спора вечности спасения, да? Совершенно. Это совершенно было речь о другом. Вот это припичнейший пример софизма. То есть, как они с ним спорили. Но Иисус тоже заменял предмет спора. Смотрите, пришел некто Никодим. И захотел с Иисусом о чем-то поспорить. Стал ли спорить Иисус об этом? Нет. Он ему дал совершенно другой тезис. А ты знаешь, что тебе надо родиться свыше. То есть, речь не шла о том тезисе. Может быть, Никодим хотел конкретно узнать о какой-то вещи из Иисуса. Он готовился к этому выступлению. Он размышлял. Он думал, ну ты великий учитель, и мы знаем, что ты праведный человек. Вот скажи, я хочу узнать. А Иисус говорит, ай. И тут же заменил этот тезис. Это тоже софизм? Тоже софизм. Но с положительной. Вы понимаете, что нет ничего хорошего и плохого. Есть то, чем человек может это воспользоваться. Меч – это оружие убийства, но и меч – это оружие наказания преступника. И такие вещи, методы софизма – это метод провокации и метод диверсии. Метод провокации. Метод провокации. Смотрите. Вы сражаетесь. Допустим, вы занимаетесь фехтованием. Вы сражаетесь с противником, который равен вам. И можно так фехтовать. Он на каждый твой прием знает свой контрприем. Можно так фехтовать часами. Какой способ победить? Ты начинаешь его злить. Если у него не выдерживать нервы, значит, считаешь себя победителем. Можешь ему высказать что-то словесное, нехорошее, или нанести несколько уколов, ран в область лица. Он же не ожидает. Он туловище прикрывает жизненно важные точки. И он начинает выходить из себя. У него начинается кровотечение. Кровотечение из лица не опасно для жизни, но очень неприятно. Он выходит из себя. И таким образом метод провокации. Методом провокации, с положительной точки зрения, используют евреи за Иисуса. Вы знаете, метод провокации, который используют евреи за Иисуса, это вывести человека из состояния равновесия. Худше всего разговаривать не с тем человеком, который тебя не любит или ненавидит, или ему ненависти на Иисус, а с тем человеком, который абсолютно безразличен. Тема спора. Такие люди вот в Америке живут, в Оландии, правда? Они живут достаточно хорошо, они достаточно безразличны ко всему, и их надо рассердить, разозлить. То есть, даешь какую-то провокацию. Когда он выводит из себя, эта тема его интересует, и он начинает тебя слушать. Ну, правда, это не со всеми людьми выходит. Есть люди, которые ходят по улице безразличны, а если вы подойдешь с этими плакатиками в хасинскую синагогу, то там и так достаточно люди агрессивные, что и часто наблюдается на улицах. Вы понимаете? Но этот метод провокации. Боже, хороший метод. Всякий метод имеет свои показания, противопоказания и побочные действия, как и лекарства. Следующий метод – это метод диверсии. Метод диверсии. Ну, что такое диверсия? Понимаете, диверсант, да? Ну, еще диверсия – это вторая версия, альтернатива. Если так перевести, ди, два, да? Диверсия. Первое – изменение тезиса. Расширение или сужение. Сужение его. Первый способ диверсии – это изменение тезиса. Расширение или сужение его. Усиление или смягчение. Внесение и исключение оговорок и условий. Помните, когда мы спорим с христианами, часто они хотят выставить в нас в абсурдном свете. Допустим, по вопросам субботы. Или по вопросам чего-то. Вот вы такие законники. Вы делаете то-то, то-то. Вы соблюдаете строго законы. Вы знаете, что свои традиции и законы христиане соблюдают не хуже, чем евреи. И если, например, харизматы говорят, что они не соблюдают никакие традиции, то я вам скажу, что это тоже их традиция. Но они хотят показать, что ты такой законник до абсурда. До абсурда довести. Вот это довести до абсурда, это и получается диверсия. То есть, вместо того, чтобы говорить конкретно о проблеме спора, мы увеличиваем или сужаем, усиливаем или смягчаем, или вносим какие-то оговорки и условия. То есть, перевод спора на точку зрения, невыгодную для вашего спорщика. Перевод спора на точку зрения, невыгодного для вашего спорщика. Или диверсия, которая идет не из-за тезиса, а из-за доказательства. То есть, диверсия состоит в том, что защитник тезиса бросает доказывать свой тезис, а начинает опробергать ваш. Вместо того, чтобы доказывать свой тезис, он начинает опробергать ваш антитезис. И получается доказательство от противного, которое приводит, как говорится, к противным результатам. Поэтому нам четко нужно понимать эти методы провокации и эти методы диверсии. Хорошо, делаем перерыв на 5 минут. Давайте.